Ах, черт, мы снова идем. Тут вот выход, тут вот телефон, бездыханное тело мы осмотрели, сумочку ее тоже мы осмотрели. Мы не разобрались с этим камином. Пустой камин, они говорят, что-то странный он, да, странный. Я не знаю, может... Хм, чё, хм. Черт, прямо как в приключенческих романах. Богатые все психи. А это точно. И что, это откроет камин? А, ну да, ну да, не может быть. Это какая-то... Да, Марти, это загадка. Но... Это бессмыслица. Зачем использовать что-то настолько простое, когда код из четырех цифр почти невозможно... Это просто прихоть. Либо здесь есть какой-то смысл. Возможно, четыре животных на четыре места. Что это значит? Думай, Марти. Где ты видел четырех животных, у которых есть что-то в лапах? Здесь? Нет. Что там вообще? Ёбушки-воробушки. Где мы это видели? Тут? Красота. Ага, это точно. Спору нет. Где мы что-то видели? Нет. В нашей книге... книжечке... вернее, в нашей сумочке. И что-то есть? Молли. Молли, жена моя в отставке. Причем же тут... Вот тут четыре животных, которые держат что-то... Нет, они ничего не держат в руках. Не, это ультра интересная загадка. Но. Тут у нас что-то есть. Места. Окей, кодекс. Статистика. Статистика. Нет, тут нам тоже ничего не надо. Кто что-то держит? Кто-кто-кто что-то держит в руках? Я не знаю. Ну, окей, цапля. Приехали. Что это такое? Фрагмент какой-то картины? На ней какая-то закорючка. Вот из художника. Непонятно. Короче, комбинация такая. Комбинация... Вот, вот сейчас я вам покажу, какая была. Комбинация аист, баранчик, лев и лисица. И это у нас... Это у нас герб города. Это герб нашего города, в котором мы живем. Что мы нашли? Это фрагмент картины. Судя по тому, как хорошо он был спрятан, Наташа хотела показать нам именно его. Значит, фрагмент картины? И все? А это что за мазня? Это не подпись, слишком неразборчиво. Это может быть что угодно. Может, Наташа нам поможет? Вот все-таки она хотела нам ее показать. Правда? Нужно сначала ее найти. Она уже должна быть здесь. Точно. А что потом? Может, еще немного поклюемся по городу? Может и так. Но я думаю, что лучше собрать то, что мы знаем. И попробовать понять, куда двигаться дальше. Может, пропустим по стаканчику у меня в офисе? Знаешь что? После всего этого выпивка будет очень кстати. Правильный ответ. Новое место. Так, Наташа где? Она перейдет сегодня или нет? Наташа. Блин, телефон есть-то у Наташи? Наташа, у тебя есть телефон? Список впечатляющих имен как-то связан с Наташей, а значит, и с угрозами. Ясно. Отель Атлас открылся. Полицейский участок, газетный киоск Муллина. Царь-клуб. А вот этого еще не было, давайте в газетный киоск. Пойдем поздороваемся со старым бобром? Конечно, ведь Муллин наш давний друг, и нельзя просто пройти мимо. А еще нам нужна информация. Мало кто знает о кловеле столько, сколько этот зубатый старик, ходячая энциклопедия. Да уж, у него всегда что-нибудь есть. Здорово, Муллин. Привет, Геркулес. Как дела, старый друг? Привет, парни. Я так рад вас видеть. Что вы тут делаете? Здесь обычно и кошка не пробежит. Мы работаем, дядя Муллин. Прямо как ты. Однако, боюсь, мы немного приступаем к закону. Но сейчас же Новый год. Вы не могли немного подождать? Какое бы ни было дело, оно не может быть настолько серьезным. Боюсь, может. Возможно, ты сможешь нам помочь с парой мелочей. Ты ведь знаешь всех в городе. Ха-ха-ха. Какой комплимент. Конечно, я помогу, чем смогу. С тех пор, как ты появился в городе молодой, полной амбиций. Я помню, ты был еще цыпленком, когда каждый день приходил за газетой со своим папкой, верно? Вы мне как сыновья. Ах, спасибо, дядя Муллин. Новая функция спросить. Что-то можно посмотреть? Э, это, его машина? Машина Муллина, древняя, но в чем-то красивая. Как и сам старый бобер. Некоторые вещи никуда не деваются, да? Киоск Муллина стоял здесь еще с моего птенячества. Мой старик ездил сюда каждый день через весь город, чтобы купить газету. Да уж, многие до сих пор ездят. Есть в нем что-то. Муллин волшебник из забытой эпохи. Вроде того. Раньше у Чендлера считалось престижным кафе. Здесь завтракали великолепные животные, а по вечерам тут напивались и спорили философы и писатели. Теперь это магазин поддержанных книг, просто тень собственного прошлого. Как и многое в этом городе. Как и я сам. Окей. Хроники Кловеля. Хроники Кловеля — самая читаемая эсси, пожалуй, самая предвзятая газета в городе. В теории это газетенка роялистов, а на практике — рупор сепаратистов. И с каждым днем его слышно все сильнее. Так, Муллин, давай поговорим. Мартин Максим, давай с него начнем. Мартин, мой мальчик, как поживаешь? А как там твоя красавица-жена? У Лауры все отлично, спасибо. Удивительно, что ты смог загромастать такую шикарную женщину, сынок. Ты ее чем-то шантажируешь? Ахах, мне не хватило твоего знаменитого бавринного юмора. Я шучу, сынок. Ты хорошо выглядишь, в хорошей форме. Как по мне, больше походишь на индюка, чем петуха. Спасибо. Спасибо, Геркулис. Что бы мы без тебя делали? Скоро зайдем еще. Конечно, конечно. Хобарт. Ибн, конечно, жестокий гангстер, но он не кровожадный и не тупой. Ты в безопасности, пока не перейдешь ему дорогу. А это непросто, ведь у него в лапах весь город. Как получилось, что они к тебе не приходили, дядя? Ха-ха-ха. Они, конечно же, пытались. Хотели выкупить район и построить здесь огромную крытую парковку. Мясник Мик, главный головорез Ибна, приходил несколько раз и угрожал мне. Если бы я не уперся, остальные бы... Ээээ, остальные бы позвали юристов. И... Так, еще раз. Извините. Слишком быстро. Так, ты в безопасности пока не перейдешь ему дорогу. А это непросто, ведь у него в лапах весь город. Окей. Как получилось, что они к тебе не приходили? Они, конечно же, пытались. Хотели выкупить район и построить здесь огромную крытую парковку. Мясник Мик, главный головорез Ибн приходил несколько раз и угрожал мне. Если бы я не уперся, остальные бы продались. Те юристы позади, и даже Биф, владелец у Чендлера. Но я сказал, только через мой остывший труп. Похоже, сработало. Я им не позывал, ребята. Я слишком неизвестен в округе, чтобы просто избавиться от меня. Можно сказать, что Ибн почти всемогущий, но он избегает скандалов. Как крысы пожара. Эх, неплохо ты его. Я никто, бедняк, но мое имя кое-что значит. Это место всегда принадлежало моей семье. Окажись, мое тело в Таймс разразился бы скандал. Даже без всяких улик. И вот, он обычно слушает голос разума. Хм, когда мы с ним говорили, он показался мне сбитым с толку. Несобранным и импульсивным. Это необычно. Ты уверен, что это он? Шутишь? Ибн на Уэстлера ни с кем не спутаешь. Конечно, я шучу. Бобрейный юмор, знаешь ли. Никто его не понимает. Даже бобрей. Ха. Опять точку. Английский юмор какой-то, да? Моника Розен. Кто это такая вообще? А, это это, секретарь в полицейском участке. Хорошая девочка. Когда-то приходила сюда, но потом, кажется, переехала в центр. Ага. Она еще тот трудоголик. Живет в квартире напротив нашего участка. Но спит прямо там, если вообще спит. Некоторые животные бегут и бегут по жизни, пока кто-нибудь их не остановит и не успокоит. Есть ли для... Есть ли для каждого такая пара? Конечно, где-то. Обычно они там, где их ищут. Да, точно. Наташа Котенко. Знаешь что-нибудь про женщину по имени Наташа Кошенко? Соня, мальчик. Во что-то опять вляпался. Это девочка протежей Ибна Уэстлера. Если сказать вежливо, она бриллиант в короне города. Блестящая новая звезда. Если риснешь заговорить с такой девицей, можешь ждать тяжелого отравления свинцом. Ага, наверное, надо было сначала прийти к тебе за советом. Теперь это не важно. Мы в деле, дядя. По самые гребни. Послушайте совета старого косматого бобра. Завязывайтесь с ним поскорее. И постарайтесь не расстелять перья. Да, это и есть наш план. Ты знаешь что-нибудь про нее? Что-нибудь интересное? Говорят, Наташа загадочная дамочка. Она жила в Ставанском царстве и сбежала в Клодель. Но от кого? Никто не знает. Какие-то годы ее жизни окутаны тайной. А это редко хороший знак. Ты абсолютно прав. Какой будет совет? Быть осторожным. Как минимум, Сони, мальчик. И еще кое-что. Что? Никогда не влюбляйся в такую женщину. Спасибо, Геркулес. Я и не планировал. Такое никто не планирует, Сони. Берегите друг друга. Ладно? И всегда носите в кармане хороший ствол. У меня попушки в каждом кармане, старичок. Знаю, Мартин, знаю. Так, последний. Геркулес Мулин. Как дела у Дизары? Она все еще красавица. И все еще моя жена. Как иначе? До сих пор не понимаю, как она еще не ушла от меня. Она ведь такая же, как ты, старый упрямый бобер. Ты прав, Сони, мой мальчик. А как кутята? Кутята? Они уже просто огромные. Джонси пробивной юрист, сейчас в Галадии. А Тимми тоже уехал из Хловеля. Ищет счастье в Грассморе. Разве их можно винить? Неплохо. Да, они часто приезжают. Хорошие ребята. Знаю, приятель. Яблоко от яблони. Можно и так сказать, Сони. Да, поспрашивали. Как дела, старичок? Все хорошо? Кости трещат, зрение все падает. А еще иногда слышится план всякая. Кажется, я старею или схожу с ума. Но в пороховнице есть еще пора. Так что, вот он я. Приятно, что в городе есть знакомое место. О, ничто не вечно, ребята. Но в какой помет вы теперь влезли? А? Простое дело, затрагивающее личные струны. Именно поэтому я не мог отказаться. Знаешь, как это бывает. Значит, опять завел старую песню. Да, классика. Окей. Много он им, кстати, всего рассказал. Много-много-много всего. Так, какие-то... Персонал инфос. Мы знаем, когда Наташа попала в Кловель, но несколько лет ее жизни остаются полной загадкой. Даже всезнающий Мулин. Немного нам о ней рассказал. О как. О как. Окей, поехали... Знаете, куда? Не сюда. Поехали в карту. Царь-клуб, полицейский уча... Отель Атлас. Нам оставалось только продолжить расследование там, где оно началось. В темной квартирке, которую я зову домом. Единственной зацепкой был список, который дал Филмар. Впечатляющие имена. Но что это значит? И почему Наташа хранила его в тайне от нас? Но что самое... Но что важнее всего, как это связано со смертью Деборы? След остывал, как и воздух на улице. В черных облаках, закрывающих звезды, было что-то неспокойное. Молюсь, чтобы они не принесли ранний снегопад. В этой ночи было уже достаточно боли. Так что мы здесь делаем? Пытаемся успокоиться. Я бы выпил. Естественно. И еще мы, конечно, пытаемся брать зацепки воедино и понять, что делать дальше. И что дальше, Орел? Посмотрим, что мы успели узнать. Итак, как началось это дело? Расследовать выйти в... Расследовать? Итак, как началось это дело? Возможные подозреваемые. Дебора, Ибн, Льюис, Наташа, Оливия. Подсказки. Любовница гангстера, странные узоры. Дебора мертва. Испуганная кошка Наташи и Молли. Предметы. Карточка, ключ Наташи. Письмо, Магнум, странный список. Как началось дело? Ну, Дебора пришла к нам. Не уверен. Ну, окей. Дебора пришла, но Наташа ее попросила прийти. Да, это наверняка правильно. Окей. Как началось дело? Ей начали поступать угрозы. Точно. И что? А-а-а! Наташа и угроза. Но в чем связь? Из-за них на нее падает подозрение. Они от нее, они явно были для нее, они явно не для нее. Они явно были для нее. Да, эти угрозы направлены против Наташи. Это точно. Окей. Любовница гангстера. Наташа и Молли. Это вообще не особо. Наташа из-за Фрейд. А, предмет нужен теперь, да? Письмо? Может, это важно, но не сейчас. Да, точно. Но Наташа что-то не договаривала. Она держала это в тайне. Она все нам показала. Она солгала, она просто забыла сказать. Он держал это в тайне. Наташа в ужасе. И в реальной опасности. Но она спрятала от нас этот список. Кажется, он слишком важный, чтобы не рассказывать про него. Окей. Почти, но не совсем. Не уверен. Может, это важно, но не сейчас. А, погодите. Льюис. Он же, да, он же знает этих всех людей. Это наверняка правильно. Что же нам делать с этим списком? Он как-то с этим связан. Поэтому на него падает подозрение. Он использовал его, чтобы отвлечь внимание. Он может что-то знать. Окей. Я знаю только одну персону из таких высоких кругов. Льюис. Нужно спросить у него, если хотим выбраться из этого тупика. Дело закрыто. Хуя? Че? В смысле закрыто? Оно только открыто. Только открылось. Карточка, похоже, ведет в тупик. Фрагмент картины тоже. Но список Филмора? Точно. Большие имена. Я знаю всего одного из них, кто плавает в наших водах. Ламар. Да, Марти. Льюис. Точно. Конечно, это Льюис. И где же нам найти этого кролика? Это его здание, так что, надеюсь, он здесь. Стоит позвонить. Знаешь его номер? Наизусть. 5-5-5-9-3-2. У меня и в блокноте записано. Ты настоящий профи, Орел. Ну, давай. 5-5-5-9-3-2. Алло. Алло, Дратути. Привет, Льюис. Прости, что отвлекаю опять. Можешь зайти ко мне? У меня к тебе вопрос. Он очень важный. Связан с делом. Настоящее дело? У пернатых копов? Конечно, Сони. Забегу через пару минут. Спасибо, дружище. За мной должен. Всего один? Ха. Секунду. А, нифига ты быстрый. Льюис. Спасибо, Льюис. Снова. Не за что. Я всегда очень мечтал помочь вам с крупным делом. Будем надеяться, ты сможешь помочь. Что можешь сказать мне про этот список, дружище? Хм. Ну? Ну, эти имена, половину из них я знаю лично. Может, даже больше. Так и знал. Однако я понятия не имею, что это за список. Приехали. Это все члены высшего общества. Политики, бизнесмены, бог мой. Даже начальник королевской охраны. Черт. Я правда не знаю, что это значит. Значит, это тупик? Боюсь, что так. Новая функция спросить. Давай про Наташу. Не видел ее после шоу. Если я не ошибаюсь, она уходит, когда никого не остается. Что еще ты о ней знаешь, Льюис? Немного. То же, что и все. Она была танцовщицей. Потом пела на бэк-вокале. Потом стала звездой. И теперь у нее свой клуб. Это мы уже и сами узнали. Думаешь, она могла улизнуть со Ставонской бойни? Из-за этого все секреты? Ты про убийство королевской семьи? Я бы сказал, ее с потрохами выдает акцент. Имя тоже. Хотя это, конечно же, псевдоним. Значит, может быть, что она королевских кровей? Не думаю. В ту жуткую ночь никто бы не выжил. Ну да, правда. Хобарт Уэстлер. Не знаю, что ты ему сказал, но как только ты договорил, он почти сразу исчез. Правда? Подозрительно. А может, у него дела? Сейчас ведь Новый Год, и все куда-то спешат. Дебора Ибанес. Дебора, девушка, которая ко мне приходила. Да, очень симпатичная леди. Куда ты отвел ее, когда вы ушли? Туда, куда она попросила, в Цветоквиль. Цветоквиль? Рочестерс 3-37? Да, точно. А что? Крять. Что-то произошло? Ничего хорошего, Льюис. Ничего хорошего. Можно узнать, во что вы ввязались? Похоже, серьезное дело. Сложно объяснить, Льюис. Могу только сказать, что ничего хорошего в этом нет. А, могу я помочь чем-то еще? Возможно. И что же? Странная карточка. Вот. Вот. О, боже. Джентльмены, мы попали в яблочко. Знаешь, у меня тоже есть такая карточка? Такая же? Серьезно? Да, это карта члена очень эксклюзивного клуба. Насколько эксклюзивного? Очень. Вот это я понимаю. Льюис, а что значит ЗН? Это значит Знойный Нил. Но это же... Ну да, бордель. Но вы не поняли. Там все совсем по-другому. Успокойся, Льюис. Мы никому не расскажем. Спасибо большое. Это так неловко. Послушай, Льюис. Как нам туда попасть? Хотите попасть туда? Но если покажете эту карточку, они точно вас спустят. Но все поймут, что вы не постоянные клиенты. Нам не привыкать. Значит, отправляемся в элитный бордель? Да, Марти. Спасибо за помощь, Льюис. С меня причитается. Уже третий раз за сегодня, да? Новая подсказка. Знойный Нил. Что нам стоит знать про это место, Льюис, кроме того, чем они там занимаются? Это первоклассное эксклюзивное место. Не все туда ходят, чтобы... Ну, ты понимаешь. Некоторые просто ищут компанию. Понятно. Думаю, туда в основном ходят верхушка. В основном, да. Богатые животные со вкусом. Да, конечно. Слухи, правда? Это какой-то оплот рейлистов? Нил, это гордый вестник сосуществования всех видов, да. Но оплот? Не думаю. Но это место для сепаратистов, как бельмо на глазу, да? Не переживай за девушек, Сони. Они отлично могут постоять за себя. Сепаратисты не посмеют даже прийти туда. Посмотрим, что они скажут про этих двух петушков. Прозвучало немного, так сказать, двусмысленно. Потому что на английском Two old cocks. Поэтому двусмысленно. Окей, я так понимаю, нам нужно... Нам нужно... Это понятно. Нам нужно добраться... В Знойный Нил. Ясно. Знойный Нил. Все, никуда больше не можем. Поехали тогда. Глава вторая. The Killing. К радости Марти мы направлялись в самый эксклюзивный бордель в Кловеле. Сепаратисты и противники монархии ненавидели это место так же, что способствовало межвидовым отношениям и мирному сосуществованию всех видов. Это был не простой бордель, а символ. Бордель не лучший символ, а Кловель так и не стал тем, чем должен был. Окей. Вот мы и здесь, королевство длинных лап, с шелковой кожей хлопающих ресниц. Мы прибыли. Успокойся, Марти, у тебя же давление. У какая лемуриха, леди лемур? Леди лемур, значит, пернатый паря, секретарь, лисичка. Вот это я называю экзотической красотой. Но можно и так сказать. Слушай, любовь зла. Кто-то обязательно полюбит и такого козла. Да, точно. Не знаю, как ты, но у меня от полосок лапы подкашиваются. Умоляю, Марти, я не хочу этого знать, и мне клевать. Держи это при себе. И давай свалим отсюда по-быстрому. Уже и поговорить с тобой нельзя? Можно. Спроси про погоду или мою поясницу. Если хочешь знать, они даже связаны. Эх, ты из старой, пердун. Так, пернатый парень. Крять, у меня взгляды этого парня мурашки. Понимаю. Мне всегда казалось, что птицы странные. Что-что? Что? Я? Ничего. Фотографии. Святые меховушки, ты сглотнул так громко, что все обернулись. Ты шутишь? Я раньше такого никогда не видел. Это вообще законно? Почему бы и нет? Не знаю. Порок? Да, ты шутишь. Порок? Кловили? Да ладно, шучу. Но все же, здесь жарковато. Остынь, Марти. Даже не смотри туда. Помни про Лауру, твою замечательную девушку, которую ты любишь больше всего на свете. Можешь даже не говорить. Я только о ней и думаю. В твоих мыслях у нее в руке топорик? Скорее, мои яйца. Лаура, 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 Лаура. Все, Марти, немедленно отвернись от картин. Отверни от картин. Ну какие? Я даже не знаю, что тут более забавное. Вот это ящерица, вот это антилопа или вот это пуделиха. Наверное, пуделиха. Так, с лисицей можно говорить, да? Тут что? Я даже не понимаю, о чем святые воробушки. Эй, тише, Марти. Я прозрел. Пушистые боги. Да, она очень пушистая, хотя скорее мохнатая. А, дама-собака еще есть. И еще одна фотография. Это женщина? Кажется, я ее знаю. Думаешь, это она? Бобенка с Кровавого Нового Года? Местник тебя подери, Марти. Обязательно говорить это вслух. У меня аж мурашки забегали. Точнее, цыплятки. В общем, я не знаю, она или не она, постоянно путаюсь с этими экзотическими. Но, возможно. Честно, мне не по себе. Да, мне тоже. Дама-собака, элегантные женщины. Все, как сказал Лазло. Льюис, как думаешь, кто подойдет старому кролику с пушистым хвостиком, мягкими ушками, шершавым язычком? Прекрати, ради всего пушного. Ну, ты только представь. Марти, будь добр, захлопни клюв. Так, давайте с Лисой поговорим. Прошу прощения, джентльмены. Будьте добры. Помогите мне. С радостью, мадам. На моем платье постоянно растягивается молния. Застегните ее обратно. Пожалуйста. Позволишь, Соня? Я тебе кто, наседка? Делай, что хочешь. Рад помочь, мадам. Какой галантный молодой человек. Пушистые боги. Окей. Спасибо, милый. Марти, мадам. Марти Макцеп. Спасибо, милый Марти. С меня должок. Обращайтесь, мадам. В любое время. Еще что-то спросить у тебя можно? Может, угостить вас выпивкой? Нет, спасибо. Мы торопимся. Ооо. Марти расстроился. Так, секретарь. Меня зовут Дайана Бриллиант. Добро пожаловать в Знойный Нил, джентльмены. Мисс Бриллиант, меня зовут Соня. Это мой напарник Марти. Если позволите, мисс, у вас очень красивое имя и невероятно прелестные полоски. Марти, не сейчас. Ой, спасибо вам. Простите его, он не часто бывает в таких местах. Да и я тоже, если честно. Не переживайте, джентльмены. Все бывает в первый раз. Совершенно верно. Мы ищем девушку по имени Дебора. Дебора? У нас сейчас не работают девушки с таким именем. Если хотите, любая из них станет для вас Деборой на одну ночь. А, нет, нет, извините, но вы неправильно поняли. Она здесь не работает. Боюсь, я вас не понимаю. Все немного запутано, но давайте я попробую объяснить. Я с радостью отвечу на любые вопросы. Слышал, Сони? Любые вопросы? Захлопни клюв, Марти. Так, новая личность. Даймонд. Собственно, Даймонд. Льюис. Вы знаете, джентльмен, по имени Льюис Сен-Уорд? Конечно, господин Сен-Уорд часто бывает в нашем заведении. Понятно. Насколько часто, позвольте спросить? Я не могу это разглашать. Таковы правила. У нас тоже есть правила. Называются законами, мадам. Если у вас подобные вопросы, приносите ордер. Хм, туше. Полицейский значок. Я не хочу вас обижать, но то, что вы из полиции, очевидно даже без этого. Настолько очевидно? Не очень. Но здесь Нилли у нас на такое глаз наметан. Точно. Понял вас, мадам. Странный список имен. Этот список вам о чем-то говорит? Это? Не уверена. Нет, ничего. Видите здесь знакомые имена? Да, но этих животных знают все. Лично я с ними никак не контактирую. Понятно. Спасибо. Странная карточка. Слушайте, она дала это нам. Девушка по имени Дебора, о которой мы спрашивали. Понятно. Вы знаете, что это? Конечно, это членская карточка. Она часто здесь бывала? Если это ее, то да, могу проверить. Девушки развлекут вас, пока вы ждете. Я скоро вернусь. Спасибо большое. Дверь. Дверь куда? Прошу прощения за задержку. Пройдемте со мной, джентльмены. Все прошло успешно? Моя начальница, мадам Зайвас, хочет с вами встретиться. То есть, та самая мадам Зайвас? Насколько мне известно, она только одна, так что да. Пожалуйста, отведите нас к ней. С радостью. Мадам Зайвас была легендой Кловеля. Ее имя знали во всей дикой природе. Она ярый роялист, бывший член Совета 12. Опытная шпионка, наемный убийца, бизнес-леди и куртизанка. Если честно, я даже не знал, что она жива. Она уже не птенец, это точно. Она мне в наседке годится, а может и в праносе. Сначала Ибн Уэстлер, теперь она. Если сегодня сам Его Величество Гектор Третий подчеркнет меня своим присутствием, я даже не удивлюсь. это не удивляет меня, если Его Величество Гектор Третий не подчеркнула меня с его присутствием. Да. Мадам Зайвас, собственно. Чувствую я, диалог у нас не будет не коротенький, а весьма-весьма интересный и познавательный. Я думаю, оставим мы его уже на следующий эпизод, потому как время уже. Дамы и господа, а я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте, и увидимся в следующем эпизоде прохождения Chicken Police и в других играх. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok